20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула пинап в буквальном переводе плакат который вешается на стену а еще это жанр иллюстрации эротического характера когда-то его из-за искусства то не считали а сегодня представляет в музее в рамках специализированной выставки кто бы мог подумать лет 70 назад что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап возникновение этого стиля часто связывают с периодом второй мировой войны однако историки и искусствоведы говорят что его корни гораздо глубже учитывая что это явление очень такое специфическое необычно той в истоке можно сказать начинаем следовать гораздо раньше тысячу конец 19 века когда начинается рост городов урбанизация в америке появляются всевозможные новые здания и поэтому появляются совершенно уникальные новые для того времени журналы для женщин life космополитен и соответственно а в этих уникальных нуждах соответственно художники создают новый образ женщины особенности пинап это естественно наличие сюжета в котором присутствует такая легкая случайная неприкрытость и не случайно даже для самой красотки зачастую открытая сексуальность напи как бы не приветствовалась несколько позже разве что уже начали художники показывать какие-то в общем-то укромные детали обнажать саму героиню но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот легкая интересная сюжетная линия которая позволяла зрителям самому домыслить в общем-то дофантазировать что же там скрывают наряды героини в тот момент и так вот появляется пинап и конечно это прежде всего такие вот действительно прекрасные уникальные женские образы которые художники могли видеть и вокруг себя это чаще всего в качестве модели были жены и сестры какие-то знакомые тех художников и мастеров многих из них было и профессионально в том числе образование пухлые губы тонкая талия и широкие бедра пришлись по нраву молодым мужчинам прообразом девушки американской мечты стала подруга художника чарльза гибсона именно его рисунки первыми обрели популярность именно его женщины стали основоположницами этого стиля хоть они и имели достаточно британские взгляды но в них в их образах присутствовала все таки вот это вот невероятная привлекательность и сексуальность и в общем то только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто своей сексуальность новый образ прекрасные девушки американцы соответствующие американской мечте поэтому внешне должна была быть идеально стройной прекрасно очень красивой и можно сказать что в принципе фотографии этот момент как бы немножко отходит на второй план так как в иллюстрации ну всего этого идеал этой красоты достичь было гораздо легче угасающая в мирное время популярность портретов пинап вновь возникает 60-е правда жанр в этот момент претерпевает изменения женский образ становится более реалистичным талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации так например при виде мужчины героиня теряет нижнее белье на постерах появляются реплики и диалоги игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки сам вот этот прекрасный образ девушки оказался слишком идеальным многие девушки наоборот пытались соответствовать ему там чрезмерно пытались похудеть то есть быть такими же идеальными прекрасные поэтому в какой-то период пинап немножко переходит на другой этап и соответственно появляются более такие комические ироничные сценки где уже фигуры становятся немножко иными другими соответственно и поэтому да нужно было как-то вот от этого отходить ну а после рекламщики начали использовать его понимаю вообще в общем-то привлекательность у мужчин до популярность начали его использовать в журналах позже фильмах на вообще не знаю на рекламах таких в рекламах таких популярных брендов как coca-cola и уже больше в 60-е годы он не соответствует своему такому основному основным задачам основному направлению все-таки не показывает до какую-то чрезмерную откровенность и больше как-то заманивать больше как-то иронизировать и действительно больше извлекать человеком был пинап и в советском союзе а поскольку секса в той стране официально не было на плакатах изображали отличницу спортсменку комсомолку две идеологии своих работах совместил художник валерий барыкин жанр советский пинап с успехом отражал социалистическую действительность у нас советское время как такового пинапа конечно не было то есть были совсем другие женские образы верно такие менее ироничные или откровенные все таки у нас была как бы другая натура и другие цели и задачи у художников целом общество женщина советского пинапа это не такая наверное раскованная женщина эта женщина больше выступающая за ну конечно же она выступала за свободу но свобода в получении образования в получение какого-то получение карьеры да в том чтобы это была женщина мать опять же в общем то она была более таких скромных настроений поэтому в основном когда уже наверно россия восприняла западный американский пинап они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое поэтому больше наверное все таки мы говорим о 21 веке о сегодняшних днях когда русские художники пытаются ну как-то действительно создать образ современной девушки тоже вот в реале какой-то вот американской культуры еще одно знаковое имя в жанре пинап это имя художника джорджа петти именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы художник джилл элфгрен работал в жанре пинап для знаменитой рекламной компании кока-кола своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник арт-фрам пинап девушку размера плюс впервые изображает дуэйн байерс художников на самом деле большое количество и художники пинап на самом деле исключительно занимались пинапом и получали за это прекрасные гонорары в общем то если говорить конкретно о классическом пинапе тридцатых пятидесятых годах то это конечно же художник варгас да которую можем здесь видеть джилл элфгрен работа которые как раз у нас здесь представлены поэтому вот в основном да они работали в таком узкоспециализированном жанре они именно только этим и занимались ну и сейчас как бы есть такие художники которые тоже себя всецело посвящают пинапу ну конечно гораздо меньше уже я пробовала себя в различных иллюстрациях но как таковой пинап не стал моим главным моим главным стилем но опять же настроение пинапа да то есть его идея она безусловно прослеживается в моих картинах насколько вы знаете я пишу любовь и там в общем то без откровенных деталей зачастую никуда в наши дни стилем пинап вдохновляются модельеры фотографы дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы и несмотря на то что стилизация пинап отличается от оригинала характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутю на sony кривой 30 и пушкина 65 сколько нужно времени чтобы избавиться от варикоза запись на прием две минуты диагностика и сдача анализов займут 50 минут сама лазерная процедура 40 минут всего полтора часа и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно парикмахерская мода сегодня смела и провокационно чего стоят яркие цвета волос которые нынче очень популярны и особенно сильно этот тренд проявляется формате парикмахерских шоу когда мастера в буквальном смысле слова представляют концентрат своих творческих идей парикмахерское шоу квинтэссенция творческой энергии представление тенденций будущего сезона связанных с формой цветом и текстурами причесок это красивое зрелище доступно лишь профессионалом парикмахеры люди представители одной из самых счастливых профессий поэтому все девушки будут красивые ухоженные и с хорошим настроением кто действительно в своей профессии хочет больше знать они больше интересуются и стараются работать во всех направлениях в трендах нам в прошлый раз очень понравилось мы были в этот раз как предложили мы сразу только за обычно в таких показах есть обучающий элемент чтобы зрители коллеги смогли не только увидеть результат работы но и частичку процесса это не совсем стандартный мастер-класс которого мы привыкли все это такой больше вечер о том не как сделать руками а наверное том как осмыслить то что ты будешь делать и то что ты будешь предлагать вот наверное вечер все же об этом конечно разговору будет очень много интересных и будем отвечать на разные вопросы вести беседу с залом и с нашими сердцами если говорить о тенденциях то мастера трендсеттеры предлагают обратить свое внимание на смелые цвета что касается форм они будут вполне традиционными однако не стоит это понимать буквально каскадные слоистые стрижки с другой стороны это мужские формы в женских стрижках то есть короткие стрижки они очень актуальны и просто надо правильно мастер-анити и мужские стрижки будут более женственные как бы неплохо это звучало потому что именно каскадная стрижка для мужчин вальс паш главная тенденция современности в целом и моды в частности это индивидуальность то есть трактовать все что предлагают стилисты можно по-своему тенденция у нас это яркие оттенки это могут быть стеклые тона спокойные вообще больше приветствуется креатив это облочное окрашивание растяжки цвета у нас сейчас модно блочные окрашивания будут то есть тенденция что облочное окрашивание все-таки помимо рассветления волос и каждый возьмет то что он хочет видеть ту изюминку тот нюанс которому не хватает в работе новое видение следующих лет видение причесок образов одежды макияжа здесь будет учтено все то есть полный образ нынешнего поколения это одежда это обувь это поведение это какая-то музыка последнее время основным трендом является индивидуальность и на ней все строится вот если ты индивидуален если ты яркий то тебе вот все пойдет и ты этому миру покажешь себя если ты скромничаешь то тогда наверное вот твоя скромность тоже тебя много может украсть анти трендов нет вообще вот это все опять же на твоем ощущении если ты вот готов отрастить волосы то это не значит что это тренд или анти тренд это вот но вот мне сейчас так комфортно и также с каждым человеком ты всегда хочешь показать максимум того что ты можешь и вот сегодняшний вечер не исключение потому что мы предлагали максимально яркие оттенки как мы и говорили для того чтобы подчеркнуть вот эти блоки эти окрашивания чтобы они со сцены смотрелись понятными потому что сцена это такое очень магическое место но тебя либо съедает и тебя не видно или наоборот ты должен быть вот во всей красе чтобы тебя было видно и все тебя увидели вот для сцены эти окрашивания очень яркий для салонной работы эти оттенки могут быть смягчены каждый возьмет свое кто-то возьмет вдохновение кто-то возьмет какие-то формы стрижка кто-то возьмет техники окрашивания вектор парикмахерской моды на будущий сезон можно считать заданным благодаря этой инсайдерской информации у нас с вами есть несколько месяцев все это обдумать и осмыслить и встретить весну во всем своем стильном многообразие вы смотрите программу бьюти тайм продолжаем выпуск я когда зашла меня вот эта вещь поразила и влюбила в себя сразу я очень хочу ее примерить елена ильясова эксперт по недвижимости более широкому кругу известна как соавтор проекта битва блогеров за четыре сезона мощнейший инстаграм прокачки удалось перезнакомить между собой сотни людей и открыть для себя много достойных компаний созданных в челябинске сегодня время изучать как говорят фэшн-индустрии днк бренда энса а помогать елене будут участницы третьего сезона последнее время я все чаще задумываюсь о том что у нас есть челябинские дизайнеры у меня есть рубрика в инстаграм которую я веду и там действительно я показываю о том что я ношу челябинский дизайнер у энса меня прямо порадовала во-первых качество то здесь очень много тех деталей которые мы не найдем в масс-маркете то есть если мы внимательно посмотрим коллекцию то мы это увидим то есть качество до качество костюмной ткани и здесь очень много базы то есть что касается костюмов блузок потрясающие блузки но я таких правда мало где встречала то есть они очень непростые есть в них каждый какая-то изюминка тот кто должен ходить на работу постоянно в блузах вот мне кажется это прямо находка потому что здесь действительно много очень удивило целая капсула вещей из плащевки допустим вот такая юбочка которой мы можем надеть поверх легкого платья зимой потом допустим придя на работу снять ее то есть такие очень функциональные вещи для нашего уральского региона это вот очень интересно под них есть костюмчики допустим мы берем костюмчик и сверху надеваем такую штучку я такого не встречала нигде я ношу так как предложено если мне понравился комплект знать что он мой я его добиваю аксессуарами там красивые обуви сумочками на экспериментировать я я даже боюсь я буду носить так как предложено есть очень интересная эта штучка это косынка но это точно вещь которая выделит человека поэтому я считаю что вещи этого бренда они созданы для уверенно к себе женщин которые могут вести определенные даже смелые решения коллифтинг это мезотерапия без уколов плюс гидротерапия карбокситерапия и криотерапия работает в глубоких слоях кожи увлажняет способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности методику коллифтинг оценили столичные звезды ощущение что я выспалась на облаке такое легкое такое приятное прохладное прикосновение это прекрасная альтернатива уколом инъекции и это действительно оружие красоты это однократная процедура для красной ковровой дорожки как мы говорим и курсовая процедура для допустим коррекции обезвоженности либо для коррекции морщин либо для коррекции плохого цвета лица если хотим наблюдать стойкий эффект нужно выполнить курс из 6-8 процедур инновационная методика коллифтинг появилась и в челябинске она представлена в имидж студии елены ивановой еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем youtube канале и на наших страницах в соцсетях подписывайтесь ставьте лайки и будьте в курсе а на этом выпуск завершён до встречи наши стильные партнеры имидж студия елены ивановой ателье модный дом я подписывайтесь на наш канал и и